Ребята, посмотрите иллюстрацию. Кто на ней изображен? Богатырь. Как вы думаете, почему он изображен именно в этом разделе? А почему летопись и Илья Муромец связаны между собой? Как вы думаете, какая тема нашего урока? Летописи. Какую цель поставим на урок? Сегодня на уроке мы узнаем, как появились летописи-былины. Почему летописи стали называться летописями? Кто записывал летописи? Ребята, как вы думаете, почему книги, различные документы в древности, называли рукописями? Их называли рукописями, потому что они были написаны вручную. Как было уже упомянуто раньше, рукописные книги были очень дорогими, и чтобы уберечь их от пожаров и других стихийных бедствий, их помещали в специально отведенные места – библиотеки и архивы, которые находились в монастырях и церквях. А зачем нужны летописи? Дело в том, что каждый человек, когда он строит какие-то планы, непременно опирается на свой опыт, вспоминает события из своей жизни или из жизни своих родителей. Это его личная память. Так же происходит и с любым народом. Лучше понять окружающий мир, объяснять многое происходящее в нем помогает народу его историческая память. Многие тысячи лет назад нашим предкам помогали сохранять в памяти прошлое устные сказания. Предания, песни, былины, сказки – все то, что называют произведениями устного народного творчества. С появлением письменности сведения о самых важных событиях в жизни народа стали записывать в летописях. Записи делались из года в год. Или, как раньше говорили на Руси, из лета в лето. Отсюда и название этих записей – летописи. Самые древние русские летописи не сохранились. Узнать, о чем в них рассказывалось, мы можем благодаря труду монахов-летописцев, которые не только писали о современных им исторических событиях, но и переписывали старые летописи. Как вы думаете, является ли летопись художественным произведением? Чтобы узнать об этом подробно, мы с вами совершим путешествие в историческое прошлое и узнаем, как создавались летописи. И узнаем, как создавались летописи. В XII век, в Киево-Печорский монастырь, где в келье при свете лампады неустанно пишет свой труд монах Нестор. Образованнейший человек своего времени. Скрипит перо в руке старца, выводя заглавие книги. Все повести временных лет. Откуда есть пошла русская земля? Кто в Киеве начал первое княжити? И откуда русская земля стала есть? Нестор описывал события по годам, в хронологическом порядке. Труд его называется «Летопись». Откуда же он брал сведения о событиях прошлых лет? Из произведений устного народного творчества. Песен, былин, преданий. Как понимаете слово «летопись»? Запись событий по годам. Как называлась начальная русская летопись? Начальная русская летопись была создана в XI-XII веках. Она называлась «Повесть временных лет», что значит «минувших», и рассказывала о происхождении русского государства. Данную повесть составляли несколько летописцев, монахов, которые по тому времени были весьма образованными людьми. Они извлекали исторические сведения из былин, песен, старинных преданий и создали целую энциклопедию жизни Киевской Руси Храм Покрова Богородицы, стоящий среди заливных лугов при впадении речки Нерль в Клязьму, часто называют душой России. В XII веке в России центр княжеской власти перешел из Киева во Владимир. Небесной заступницей стала Богородица. В ее честь был учрежден новый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Легенда гласит, что в трудную минуту русские люди, осаждаемые многочисленными недугами, обратились к Богородице с мольбой о помощи. И она не оставила своих духовных детей в беде. Сняла с головы платок и накрыла им всех гонимых. В мгновение ока они сделались невидимыми, а вражеская конница умчалась прочь. Именно так был задуман и построен белокаменный храм Покрова на Нерли, поставленный неподалеку от новой русской столицы. Города Владимира и резиденции великого князя в Боголюбово. Он напоминает платок, сброшенный с небес на землю. Доверить составлению летописи можно было отнюдь не каждому. Здесь не годился простой переписчик, который владел грамотой. Для написания летописного свода отбирали самых опытных, самых талантливых книжников своего времени. До нас дошло имя и нам известны труды одного из самых первых русских летописцев – Нестора. Воснецов, 1919 год. Молодой Нестор, по собственным его словам, поступил в Печорский монастырь в 17 лет. Он в совершенстве овладел книжным искусством и из простого переписчика стал одним из первых древнерусских писателей. Сохранились его слова о пользе книжной премудрости. «Великая бывает польза от учения книжного», говорил он. «Книги учат нас, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. В книгах напечатана глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». Образ Нестора Летописто, мудрого хранителя-сокровищницы отечественной истории, вдохновлял и продолжает вдохновлять художников и писателей на создание новых памятников культуры. С развитием письменности на Руси, так раньше называлась Россия, стали записываться и летописи, которые также, как и сказки, сначала в виде сказаний передавались из уст в уста. В летописях записывались самые важные для русского народа исторические события. Записи вели монахи-летописцы, которые были самыми образованными людьми в древности. Они умели читать и писать. Описывая события, летописец не был просто наблюдателем. Он выражал свои чувства – радость и восхищение по поводу победы кого-либо из великих князей, а также горечь и негодование в связи с поражением княжеского войска. Чувства выражались различными знаками на полях, например, в виде знака восклицания или в виде изображений, похожих на современные смайлики. Над летописями трудились и простые писцы. Их труд требовал большого напряжения и внимания. За день переписывалось всего полторы-две страницы. На полях от усталости делались приписки «Ох, голова моя болит!» Все, что описывалось, иллюстрировалось картинками. Так в исторические тексты вносились элементы художественности. Вот как начинает ее Нестор-летописец. Все – повести временных лет, откуда есть пошла земля русская. Кто в Киеве начал первее княжить и откуда русская земля начала быть. Повесть временных лет составлена около 1113 года монахом Киево-Печорского монастыря Нестором. В науке летописи называются летописными сводами, так как каждый автор в своем повествовании соединял в одно целое уже имевшиеся к тому времени летописи, повести, жития, различные документы и собственные записи. В основу своего труда Нестор положил начальный свод. 1093-1095 год, которому, в свою очередь, предшествовали более ранние летописные своды. Этот текст Нестор значительно переработал и дополнил, использовав переводную византийскую хронику Георгия Амартола. Кроме того, он включил в повесть договоры русских князей с Византией, ряд народных сказаний, свои собственные рассказы о событиях конца 11-го, начала 12-го века. А знаете ли вы, что древнейшая из дошедших до нас летописи была написана в 1377 году на пергаменте. Называется она Лаврентьевской по имени монаха-переписчика Лаврентия. В эту летопись входит крупнейший памятник летописания «Повесть временных лет», то есть «Повесть о былых годах», которая была составлена в начале 12-го века монахом Киево-Печорского монастыря Нестором. Повесть временных лет это целое литературное произведение об истории Древней Руси. Что интересного вы заметили при перечитывании фрагмента о летописи? Вспомните характерные черты научно-познавательного текста. Найдите их в летописи. Обратите внимание на простое перечисление исторических фактов, на короткие, как бы рубленные фразы, которые лаконично сообщают о свершившихся исторических фактах. Вспомните вопрос, на который вы не смогли ответить в начале урока. Можно ли назвать летопись художественным произведением? В исторические тексты вносились элементы художественности. Но достаточно ли этих фактов, чтобы отнести летопись к художественным произведениям? Конечно, нет. Это только элементы художественности. А летопись не художественное произведение. Летопись это историческое произведение. В нем только появляются элементы художественного произведения. Подведем итоги. Составьте рассказ о том, что такое летопись. Кто записывал летописи? Как это происходило? Какие особенности летописи вы знаете? Закончить урок мне бы хотелось словами одного из лучших знатоков древнерусской литературы Дмитрия Сергеевича Лихачева. Древнерусская литература наполняет нас гордостью за наших далеких предков. Учит нас с уважением относиться к их труду, борьбе, к их заботам о благе Родины. Дмитрий Сергеевич Лихачев